У Гомельским областным музеем военной славы у каждого экспоната своя история. И навык, когда сама по себе речь не заявляется редкой, я ее уникальность у падеях, яке с ее июзвязанное. Гомельский музей напыльно один на постсоветской просторы, где демонструются одразу две вышейшие узнагороды Червоного Крыжа, международные золотые медали имя Флоренс Найтингейл. Причем это не дубликаты, а соправданные и вельми редкие узнагороды. У Беларуси их отрымали у сего шесть уденников Великой Ачины, сижу таких Софья Голухова и Мария Горачук, представницы Гомельской области. Голухова, например, на той войне потеряла левую руку и была ранена в обе ноги. Во время боев за два дня она вынесла свыше 40 советских бойцов. И вот при вакуации одного из раненых сама получила тяжелые ранения. Пистолет, за которым прошел войну герой Советского Союза Рыгор Денисенко, каким чином у него отрымался покинуть у себя, а потом заховывать эту сброю. Теперь, напевно, уже никто и николи не доведается. Меч служащиха караульной службы державы Банджоу Го 30-х годов минулого ста годя. Сегодня таких усвете у сего некакий одинок. До речи в Гомельске музее военной славы заховываются особистые речи одразу двух маршалов Советского Союза – Константина Рокоссовского и Дмитрия Язова. Вельми редкий экземпляр – папаха опошнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова, якою ее особисто передал в Гомельский музей. Тут же, даречи, можно убачить и холодную сброю Дмитрия Тимофеевича, на которой написано маршалу Советского Союза Дмитрию Язову от Сяброу 2010-й год. Есть на что поглядеть и на открытые процессы, причем некоторые экспонаты у музея планують зарабить литерально открытыми для наведывальников. У первой червы гэта тречица боевых самолета Су-25 и вертолеты Ми-8. Когда планы реализуются, то наведывальники смогут трапить у кабины гэтых машин и посправовать себе у якости виртуальных летчиков. У музея угол великие планы, якие, пакуль, стремлюются отсутностью свободных площадок. У свой час тут мерковали створить у разных частках Гомеля свои саблебые филиалы, присвеченные автомобильному транспорту, авиации и партизанскому руху. Але с гэтага, на жаль, ничего не трымалося. Зараз обмерковываются инши варианты. Тесно, но плотненько. Поэтому, конечно же, если пополнять коллекцию нашей открытой площадки, крупной техники, образцов, военно-вооружения, то, безусловно, сегодня требуется нам расширение, создание новых условий, новых площадок. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель».